здравствуйте еще раз короче пока мысли свежи поговорю о том что розыгрыш гринкарта скоро и вы знаете чем ближе этот розыгрыш чем больше я его боюсь почему я его боюсь потому что я боюсь выиграть если я выграю мне будет жалко не забрать этот не поучаствовать дальше я по-любому буду рваться для этого надо будут тени немало денег ну даже прохождение медкомиссии вроде 200 долларов стоило потом подача документов тоже как-то в общем стоит это нехилых денег оставить это так я не будет жалко потому что не каждый раз этот шанс выпадает и миллионы людей хотят это выиграть хотят добиться я просто не тоже не имею права я ну даже не ради людей всем понятно что мы делаем ради себя большую часть всего ради других конечно это такое даже кто говорит что мне ради того что других жалко это вранью просто мне они не смогу позволить потому что я столько мечтала бредила и все и чем ближе это поездка тем больше понимаю как-то на самом деле я понимаю что там не будет просто с другой стороны я понимаю что там можно добиться чего-то можно какой-то стабильности добиться и даже больше если стремится в общем но это просто обычный страх типа потому что вдруг выиграешь еще и такую фигню знаю что когда чем больше ты боишься тем больше шансов что ты выиграешь как только ты ждешь прямо в прошлый год я ждала и у меня также не было денег этих но я так ждала я прям чуть ли уже все думаю сейчас прочту а там конгредиэйш в этом году я боюсь я боюсь чего-то а может потому что у меня уже распланирована ну я же не могу жить одной только надеждой потому что это было глупо и может потому что у меня уже план свой есть какой-то на жизнь а тут бац если я выиграю то все же по-другому надо все менять план менять потому что потерять жалко я потом себе могу этого не ну вот она мне постоянно будет мучить лучше сделать и жалеть чем не сделать и жалеть это однозначно и поэтому чем ближе он тем больше я переживаю до простите только что было занятие в господском я вообще как раздевалась как просто вообще еле аж рот раздирался я читаю у меня это особенно когда начали вот эти фразы чалбыш мы их чалбыш чалбыш чала то есть там чуть-чуть отличаются какими-то этими улице мне сильно мозг пошевелила так раз растормошила в общем так я к тому что чем ближе тем не страшнее говорил михаил партнол говорит ну все если уже боишься значит можешь выиграть потому что судьба она такая она дает только тем кто уже дошел и теперь боится потому что тот кто ждет тут может и не выиграть а кто вообще не ждет ну типа многие еще вообще не ждали даже просто запомнили там с первого раза хопа и выиграли а кто ждет трусицы но это такая это что-то невидимое это такая штука сила притяжения и когда ты уже боишься ты притягиваешь это это так во всем во всем жизни во всем перед ну это не колдовство это просто предчувствие интуиция потому что перед тем как у меня глаз ослеп у меня постоянно появлялся стал появляться часто часто страх чтобы у меня не ослеп глаз ну не ослепли но это чтобы не потерять и при том он такой был явный этот страх прям я его чувствовала и так это было не просто там какое-то колдовство волшебству это просто интуиция она подсказывала уже тогда что прекрати работать так человек не понимает думает что это кажется так же как вот допустим иногда бываешь кто-то звонит а ты перед этим думаешь сейчас он тебе позвонит и тут он звонить и ты уже не понимаешь либо ты угадала либо действительно шо то это просто интуиция это какое-то высшие какие-то материи передают нам сигналы то есть вот так вот ну в любом случае просто в америке будет гораздо сложнее чем в польше и хотела еще сказать там иногда мне пишут комментарии такие комментарии которые я удаляю но я не считаю что их нужно добавлять потому что это даже не обзывалово просто типа что-то такое какой-то наезд но прочитал этот комментарий я понимаю что человек дупля не отстреливает о том о чем я вообще говорю потому что пишет там да ты вообще не дешусь несешь типа чушь ты за это и и не вижу смысла добавлять комментарий чтобы разводилась каша не вижу смысла даже отвечать на этот комментарий потому что это то есть я и такое могу удалять потому что понял что человека либо у него не хватает ума понятия говорю либо он ну какие-то другие эти преследуют цели вот так вот так что чем ближе розыгрыш тем больше я боюсь потому что это сложнее будет а сложнее потому потому что у меня плохое зрение и я не могу водить машину и мне надо будет что-то выбирать где я могу добираться транспортом и это ограничение в пространстве по-любому потому что и все в америке на автомобилях и плюс еще надо выбирать безопасные местности потому что если раньше не знала что в америке может быть опасно то теперь я знаю что есть опасные районы все просто попрятались по своим машинками ездят а если человек без автомобиля то ему надо жить там где нету этой опасности то опять же но это все возможно а интересно вот машины тесла вот это вот которые электрические они как им управлять все равно же надо управлять как это я просто питаю надежду что еще как-то когда-то конечно навряд ли наверно велосипед это мой транспорт ну в общем вот такие то мысли знаете да если я выиграю я буду двигаться вперед если проиграю лотерею то я успокоюсь и на следующий год я не буду играть потому что у меня план свой уже выстрелился и для того чтобы не было вот этих возни я вот эти года что я запланировала что мне свои планы я не буду играть уже потому что чтобы не сбиваться с пути просто если бы я год назад это запланировала я бы не играла но так как год назад я только приехала с польшей не могла еще решить что мне делать да я могу отказаться даже от выигрыша просто забить но я не смогу отказаться потому что я захочу хотя бы приехать забрать эту green карту и потом уехать но тут подумайте приехала я взяла green карту что назад ехать так смысл если уже приехала если я уже проделаю этот путь приеду возьму билеты что недешево туда в америку все заплачу везде все так какого хрена я поеду даже в польшу да не захочу я ехать уже если это все смогу пройти поэтому уже если так то так в общем пускай судьба все рассудит как быть может ничего не выиграем даже и потому что таких желающих украине все подали все я уверена ну понятно что многие не загляну туда но все равно большинство украине самая большая подача на выезд поэтому поэтому так а вообще еще хотела сказать за политика за зеленского у его есть страница официальная для того чтобы знать те новости которые я знаю то подписывайтесь на его страницы чтобы не писали мне комментарии такие которые не ну вообще ни о чем ну то есть не знаю информации с первых уст человек не пишет что-то где-то там услышал какой-то звук подписывайтесь вы тогда будете знать какие у них планы и еще они уже пытаются делать что они говорят потому что только так можно узнать и не фейковые страницы а настоящие официально но я думаю что тех кто пишет такие комментарии вообще пофигу принципе на это все правдивая эта информация неправдивая но я же говорю что многие прикидываются нормальными делают вид они пишут вроде нормальные комментарии но все равно я чувствую что там не люди которые обычные а какие-то странные люди за теми комментариями скрываются ну ладно не буду вас мучить непонятными разговорами а то потом просто у вас немножко мозги закипают к сожалению не все могут понять о чем я говорю ну а может и к счастью знаете когда немножко не понимают это нормально но вообще президент который выбрали по духу такой как я вот и он по духу такой как 80 процентов населения страны поэтому у него все получится так что будет у нас и тарифы понижены и решение найдутся потому что я немножко так углубляюсь в эти все почему такой тариф на электроэнергию потому что у нас только одна какая-то компания которая это все делает финляндия допустим несколько компаний которые производят как-то ну поставили эти станции электростанции или шоу и они как-то экономит и каждая компания конкурирует с другой дешевле ставит то есть человек может подключиться к тому к тому то есть есть выбор а у нас одни выкупили и лупят поэтому она так ну за сильно короче много всего надо знать слава богу когда я смотрю что вся страна озабочена этим не спокойнее становится на душе что я не одна что страна вся тоже думает люди великие умы более образованные более знающие не этим тоже озабочены и так она вот как будто ощущение как будто у тебя есть семья большая и ты знаешь что ты что-то сделаешь кусочек маленький кто-то еще сделает и так все и тогда она делается ну вот как-то так а еще типа я рассказала про то что уезжающие это и человек видимо либо у него не хватило масса знать о чем я говорю мне кажется многих не хватает понять о чем вообще речь типа его и выезжайте мы говорим не о том что уезжайте люди и тем не уезжали если в стране было образование бесплатно хорошее качественное образование такие школы полициями как польши людям не выезжали если были такие ангары такие же склады как в польше нафига ехать кому-то если вот тут у нас было эти склады и платили такие же деньги зачем куда-то ехать жить по пять-десять человек но к сожалению же говорю многих не хватает ума просто не они не виноваты но я считаю что так не они буду допускать такие комментарии потому что если человека не хватает понимания о чем вообще речь то о чем может быть с ним речь дальше значит хай не пишет и не пытается либо научиться понимать ну не научишь это не научишь вот и все поэтому тут не разговор за то что кто-то выехала кто-то ему завидую никто никому не завидую все свободны все могут поехать и тоже так работать но суть в том что оно должно быть тут у нас и и должны люди вот сейчас разговор идет о том чтобы брать во власть умных людей которые получили европейское образование не могут люди научиться тут я слушала коломойск он говорит мне понравилась его мысль о том что не могут рабы переучиться на свободных людей потому что только с приходом новой молодежи которая выучилась в европе и захочет тут что-то построить может все поменяться пока говорить вот эти мы все не вымерем говорит ничего такого не глобально не поменяется потому что рабское мышление она осталась и она воспитана нашими мамами и чуть-чуть в нас осталось потому что мой советский союз притронулись и вот это рабское мышление но не не выкорчивать никак и нельзя тут вырастить новое что-то надо его воспитывать в европе где-то еще в америке потом она сюда проезжает прорастает это как семена берешь где-то уже какие-то селекционные ну сделанные и садишь тут и вырастает блин там хопа тебе это ананас вырастает то есть нельзя тут в украине сделать потому что никто не соображая как его делать никто не знает все пришли привыкли гарбуза садить какие ананасы так и и люди не могут тут жить и тут появится люди с европейским мышлением свободным мышлением они там могут родиться поэтому как-то так кто не понял я не виноват но я не буду добавлять даже отвечать не будут в комментариях на такое шоу человек я вижу нет я не понимаю чем в общем речь типа иногда такое знаете было было но это вообще страшная ситуация было такое в селе я видела у бабушки встретились две соседки ну просто у бабушки где я у того могилу убирала то дом я была на огороде мало и встретишь две соседки и они встретились подошли друг другу и стали рассказывать новости друг другу одновременно и никто никого не слушает и а я бы это они реально но так вот к и покричали и разошлись и для них это нормально но это не нормально так вот иногда в комментариях бывает ну иногда люди просто дурку и не о чем пишут типа ну есть такая эта фишка а иногда они говорят а ты читаешь думаешь либо они дурные либо шоу их вообще с головами ну они так поговорили и каждый понял по-своему в общем такое бывает но интересно все равно так что можете писать все равно мне это интересно я ее добавлять не буду но такие комментарии все равно они помогают понять что есть люди которые них я не понимать вообще о чем они думают есть люди примитивного мышления они им кто сказал что ущер зеленский придет сразу закроют европу будешь суде тут и человек правда думаешь что так и будет сейчас все закрыют прямо на следующий день все решетку поставить и он думает бляха муха так я ж не хочу так я хочу тут работать есть и утюг албасу польску то есть вот есть такие люди даже до есть и реально не это и вот они не я буду за того потому что виншиш открыл европу мне тут хорошо мне тут живу он 30 девочек у квартире хорошо так добренно то есть человек не понимаем говорю и а есть люди которым кто-то постоянно твердит родители там деды что придет тот президент и все придет соседняя страна завоюет поставить себе в позу раком и бог над тобой внущаться не думать и не не пущу лучше я буду это то есть а человек не может осознать то что это неправда что все совсем не так ну или ты смотрит телевизор я аж бачила по телевизору там такие показали так цеша правда такие да ну то есть вот такие люди я не знаю откуда и почему я вообще в шоке и либо оса я встречалась вам сейчас пример о примитивных умах а мужских а значит тот мужик что я типа но встречалась говорит тогда я выкрутил лампочку ты по переезжаешь квартиры я выкручу лампочку потому что ты же платила такие гроши так ярче же вообще богата ну то есть давай теперь все по выкручиваем с этой квартиры у меня глаза вот такие я не понимаю как как то ну и я не могу мне даже нечего сказать просто я просто просто вот вот так вот опешиваю нет говорю не ничего выкручивать успокойся а он не может понять искренне не может понять ну пока я уже все так ну ты платила такие гроши так давай забери сейчас еще вот тут вот это по по моему мнению поэтому у нас вот везде все выкручивают везде все это потому что они чай я аж там получаю столько давай я сейчас выкручу резеточку хорошую дома поставы ну то есть вот такое я не знаю почему это так может просто какой-то алкоголь или или просто советском союзе когда-то сажали всех умных людей и пересажали остались только оставляли только тех кто не возникает и у такого ну ума склада у машу не понимаю вообще о чем надеюсь что он и кто он может так я не знаю просто в общем такие вам дебаты все надо есть и все на том а вам встречаются которые люди которые вы просто прозреваете но вот вы разговариваете вроде нормально а потом вы понимаете что человек вообще не понимая шо и как ну не это как-то странно мне это очень странно очень конечно расстраивает потому что знаете был у меня случай когда я работала магазине я пополняла счет мобильный через интернет я уже рассказываю эту историю пошла женщина дала мне номер говорит мне пополнить я пополнила она приходит мне не пришел я проверяю сразу номер звоню на номер он как-то недоступно говорю недоступно вот мой телефон я себе телефона звоню на свой номер не тот номер что она пополняла говорю у вас номер не тот выгорел поменяли наверно надо я поменяла но этим не мальчик а это соединил говорит два номера так что он все перенес оттуда туда я короче лук-лук лук-лук думаю не поняла и короче он не соедини все перенес так что все нормально где мои деньги и она ходила мне неделю так вот как печальная лошадь я говорила где мои деньги почему я и вы узнаете я говорю не могу объяснить вы не понимаете меня но она реально не понимая о все полностью призма полностью туман не она не понимая но скорее всего их то есть потом все таки объяснил и знакомых она нажаловалась мог перестала приходить я говорю вы поменяли номер вам дали другую карточку с другими цифрами старый номер у вас уже не действует она не понимание мне перенесли все на этом не все перенесли говорит все мальчик сделал я говорю идите там центр киевстар пускай вам сделают возвратно там на другой ли life вообще она не живу неделю ходила так вот почему мне деньги не пришли вот с такими людьми с ними невозможно не работать ничего и эти люди верят всему что им скажут они верят всему что написано вообще не важно в каком источнике даже вот где-то на заборе написано из трех букв они верят они туда могут заглянуть ну это я образно говорю но вообще так все пошел по телевизору все как чистая монета все допустим я я не верю ничему вообще я читаю новости просто из любопытствия и ну вот сейчас я начала читать и вижу что новости так делаются идет какая-то пишется новостная лента такая яркая на самом деле там вы единое яйца не стоит вообще нету новости абсолютно пустота просто пустота потом идет новость потом как они не прекращают там нету так что . все они там дальше еще какая-то за то есть новость на новость новость на новости вот так вот идут эти графы лепят из ничего и я думаю половина там чуши собачьи берут какое-то слово как вот пугачевой пугачевой стало стыдно за своего мужа как он напился я даже туда не заходила бы я знала что ничего там такого видимо отмечали день рождения галкинтон может чуть-чуть выпил там где-то наклонился его сфотографировали все новость шикарно а есть люди которые всему верят как белый день все я все считаю и ничему не верю я заранее уже продумаю как будет дальше что будет это и почему это так написано вот так вот так что если вы меня не понимаете значит лучше не надо лучше не понимаете каждого свое каждого своя жизнь в принципе все как-то живут и и те и правые и левые и синие и зеленые все как-то живут и такая же валюшу я хочу чтобы мир на моей земле где я родилась и живу и на соседних тоже и чтобы у нас был достаток чтобы у нас было все свое и работа такая же своя по новому что все было по-современному чтоб туристы приезжали что всем было интересно чтобы было обучение бесплатно и честно и действительно чтобы учили они выходили придурки которые вообще ничего не знают а те кто вообще ничего не могут понять и осознать они должны работать тоже на каких-то более простых работах никто их не говорит что они должны ничего не делать либо совсем они непригодны нет каждого есть своя стезя каждый может начал где-то работать только факт том что одни хотят а другие нет вот и все одни хотят все схватить а другие нет ну в общем все